19 семей в новом микрорайоне Алматы Жасканат могут остаться без крыши над головой. В 2006 году на этом месте находился поселок Бакай. Тогда власти снесли 350 домов самозахватчиков. Впоследствии многим бакайцам удалось узаконить свои дома. Но 19 семей в официальный список не попали. Я не знаю теперь куда идти. В УЗО ходила, там мне говорят, мы вас не знаем, откуда пришли, говорят. На руках у меня трое детей, мать и муж. Ну куда мы пойдем? Хализа Салмиткева одна из тех, кто не вошел в список узаконенных строений. Семей шести человек приходится жить в однокомнатной времянке, где нет ни воды, ни света. И даже этого маленького очага они могут лишиться, если власти не подтвердят их право на участок. В нашем доме нет ни воды, ни света. Воду берем у соседей ведрами. Кто-то дает воду, кто-то нет. Не знаю, куда мне идти с тремя детьми. Не знаю, что мне делать. Куда бы я ни пошла, никуда меня не принимают. Если бы у меня были деньги, я бы ушла отсюда. И я дружок. На днях к кабакайцам приехала комиссия из управления земельных отношений. Цель – посмотреть участки, которые не вошли в список. Чиновники поговорили с жителями и составили отчет. Теперь судьбу каждого строения будет решать начальник управления. Он не построился, государство их не выкинуло на улицу. Всем было предоставлено земельные участки, которые по факту проживали. Вот здесь был мой дом, вот фундамент перевернули. Здесь до сноса самозахватчиков в 2006 году стоял трехкомнатный дом семейства Калжановых. Десять лет назад они переехали из Тараза в Алматы. Тогда им по выгодной цене предложили купить участок в Турзибском районе. Документы оказались поддельными, продавцы-мошенниками. И вот уже семь лет Нурбиба Калжанова приходит на руины своего дома. У меня нет ни сил, ни средств построить дом. Прошу, чтобы дали здесь мне землю. Наш дом снесли, а взамен ничего не дали. Вот до сих пор ходим без дома. Мне приходится жить на квартире с пятью детьми. Лидер гражданского общества Завриш Баталова считает, государство обязано заботиться о своем народе. Возможно, тот земельный участок, на котором они построили жилье, является не их собственностью. Но они там, как я знаю по информации, живут уже более восьми лет. И они уже там сделали постройки. И это постройки, и это их жилье, и это их недвижимость, которые их могут лишить только по решению суда. Это однозначно. Второй момент. Даже если бы их по решению суда выселяли из этого жилья, им должно предоставить альтернативное жилье. По словам Айгуль Сергазиновы в Турзибском районе Алматы, рядом с микрорайоном Ужасканат, пустует 63 гектара земли. Но при этом местные власти не могут выделить им даже по шесть соток. 53 гектара земли. Здесь 46 гектаров Бакайцы вот и живем. Там 63 гектара в прошлом году лично, позапрошлом, да, передали Акимату. Теперь земли, говорит, нет, там стоит земля. Но сейчас вы проехали, видели, уже начинается строительство. А для нас нет, мы это просим. Или дать вот эти, узаконить, можно вот эти наши земли, фундаменты поставить и дальше строиться. Или пусть нам выделят, вот, пожалуйста, земли есть достаточно. Акимат взял, вон они, вы сами видели, идет стройка. В ближайший месяц комиссия по управлению земельными отношениями проведет акты сверки и решит вопрос, узаконить или нет земельные участки оставшихся Бакайцев. Они не надеются, что власти не оставят 19 семей без крова.